Всем привет! С вами я, Наталья Хорошилова и команда Сигмы. Пятница – это уже маленький праздник, а впереди к тому же еще и два больших торжества. Про то, что будет, и про главные события этого дня в нашем выпуске. Построили за год. В северной части города открыли трехэтажный многофункциональный ресурсный центр. В новом офисе будет работать 24 окна. Зона ожидания рассчитана на 68 посадочных мест. Здесь же будет находиться современная детская зона. Для получения услуг, связанных с выдачей биометрических данных, установлена фотокабина. При проектировании здания отдельное внимание было уделено обслуживанию маломобильных групп. Здесь есть пандус с подъемной платформой и электроприводом. А на второй этаж колясочник сможет попасть при помощи специального подъемника. Сразу после торжественного открытия МФЦ принял первых посетителей. Я искренне всех нас с этим объектом поздравляю. И уверен, что в этих стенах нам станет еще лучше. Обещали – сделали. Еще в июне этот дом был просто стройкой. Тогда во время объезда рабочие пообещали, что сдадут объект ко дню города. И вот новоселам раздали ключи. Для этого в Новую Рингу приехал губернатор округа. Закончив торжественную церемонию, Дмитрий Артюхов прошел по квартирам. И чтобы пообщаться, и чтобы оценить степень комфорта долгожданных квартир. Новоселье на спортивной площадке перед домом семьи, которые готовятся к переезду. 90% новоселов дома 5-5 в микрорайоне строителей получили квартиры по программе переселения из аварийного жилья. Еще несколько семей приобрели квадратные метры по программе поддержки бюджетников. Проходите, смотрите. Вот наша новая комната. Разместим здесь мебель. Здесь нужно шкаф просторный поставить. Екатерина Бродсман не скрывает своего восхищения, показывая новую квартиру своим дочкам. И ее не смущает, что жить они будут вчетвером в однушке. Главное, что дом новый. Сейчас дружно соберемся и будем переезжать в эту квартиру. Новый год в новых стенах. Екатерина, как и другие новоселы, получили ключи из рук губернатора Ямала. Всего в этом доме, который построили за один год четыре месяца, будет жить 71 семья. Приятное очень событие накануне Дня города, накануне нашего главного праздника профессионального. Многое построено в последние годы на Ямале, но еще имеется в виду здесь, в Новом Уренбуре, но еще нам много предстоит таких домов построить, чтобы полностью решить наш самый острый вопрос по переселению людей в комфортной и современной квартире. После торжественного открытия Дмитрий Артюхов зашел в гости на чай к отцу, который один воспитывает троих детей. Дом старенький у нас, деревяха. Все нормально, все разрешилось, все получилось, все хорошо. Деревяшки уходят в прошлое. До 2025 года в Новом Уренгое, как и по всему Ямалу, планируют полностью избавиться от аварийного фонда. Андрей Романов, Владимир Гайнц, телерадио компания «Сигма» для НУР-24. А до приезда в газовую столицу наш губернатор пообщался в Салихарде с полпредом президента России в Уральском федеральном округе. В числе разных вопросов Дмитрий Артюхов и Николай Цуканов обсудили предстоящий отопительный сезон. Округ готовится к зиме по графику. Срывов и отставаний нет. Основной объем оборудования, которое производит тепло, к новому сезону готов. Официально отопительный сезон на Ямале можно считать открытым уже с 22 августа. В этот день отопление запустили в селе Гыда Тазовского района. На сегодняшний день подключены к теплу все социальные объекты в Новом Уренгое, в Ямальском, Тазовском, Приуральском, Красноселькубском районах. Дальше по графику Надымские и Пуровские районы. До 1 сентября все социальные объекты Ямала начнут отапливаться. Отметим, что завершился предыдущий сезон в нашем округе лишь в 20-х числах июля. На все работы у коммунальщиков было немногим больше месяца. А вот экс-губернатор Ямала, а ныне министр Дмитрий Кобылкин, озабочен сегодня кадровым вопросом. Он считает, России нужны тысячи специалистов. Куда они исчезли и при чем тут глава соседнего ХМАО? Об этом в новостях короткой строкой. Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин напомнил губернатору Югры про ее неудачный проект, из-за которого в стране каждый год горят леса. Речь про лесной кодекс. Он разработан под руководством Натальи Комаровой и негативно отразился на развитии лесной отрасли. Так, по словам министра, в Советском Союзе было 85 тысяч лесничих, а на сегодняшний день лишь 23 тысячи. А ведь именно их работа играет немаловажную роль в предотвращении и устранении кризисных ситуаций, считает Кобылкин. Так что число людей этой профессии будет увеличено. До границы бесплатно. Если неработающие пенсионеры, живущие на Крайнем Севере или приравненных к нему территориях, захотят провести лето не на российском юге, а за границей, пенсионный фонд сможет частично компенсировать им проезд к месту отдыха и обратно. Минтруд сообщает о подготовке такого законопроекта. Сейчас пенсионеры имеют право раз в два года поехать на курорт за счет пенсфонда. Он берет на себя оплату проезда в оба конца. Однако не все хотят отдыхать в России. И в этом случае пока можно получить компенсацию только через суд. На трассе под Ноябрьском снова разгуливал медведь. Встреча с ним состоялась примерно в 30 километрах от города. Как только Косолапый увидел машину, он сразу же скрылся в лесу. Те, кто заснял с зверя, пытались позвать его обратно, но напрасно. Этим летом, напомню, медведей встречали и на дороге вблизи Нового Уренгоя. А в Ноябрьске животных видели не только за городом. Там медведь приходил на заправку. Другой гулял в районе локомотивного депо. Между тем, специалисты напоминают, поведение диких животных непредсказуемо. Приближаться к ним, а также кормить смертельно опасно. Хирург из Салихарда Игорь Антоненко получил звание заслуженный врач Российской Федерации. Стоит сказать, что 40 лет назад доктор начинал карьеру санитаром. Сейчас он возглавляет отделение и до сих пор успешно практикует. Благодаря ему в больнице проводят операции на внутренних органах и при онкопатологии. Также организована работа регионального сосудистого и онкологического центров в округе. По инициативе Игоря Антоненко в больнице была организована кафедра клинических дисциплин на базе Тюменской государственной академии. Основным специальностям там обучились 75 ямальских врачей. Наталья Риховских, телерадио компания «Сигма» для НУР-24. Рестораны быстрой еды в других странах начали использовать искусственное мясо. Так, KFC на днях запустила продажу наггетсов из заменителя курицы. До этого Бургер Кинг представил в опер с немясной котлетой. А сеть Subway анонсировала запуск в продажу тефтелей на растительной основе. При этом искусственное мясо имитирует вкус и консистенцию настоящего. Интересно, что в России такие новшества сети фастфудов вводить не спешат. Ведь по данным ВЦИОМ, лишь 1% людей в нашей стране считают себя вегетарианцами. А в том, что вегетарианство вредит здоровью, уверены почти 40%. И только каждый пятый полагает, что это полезно. Пока в России люди могут отказаться только от красного мяса, заменив его белым, говорят эксперты. А еще падает популярность свинины. И все же рестораторы уверены, что привлечь покупателей вегетарианским мясом не получится. Как быть, если то, что вы собрались съесть, оказалось несъедобным? Такое бывает и в кафе, но куда чаще с продуктами, принесенными из магазина. Заставить работать по правилам тех, кто нас кормит, могут санитарные врачи. А вот как правильно подойти к делу нам, потребителям, сейчас расскажем. Столкнувшись с некачественной услугой и решив бороться с несправедливостью, вы можете сделать это одним из трех удобных для вас способов. Написать, позвонить или прийти в управление. Почти все в наше время имеют доступ к интернету, а значит и могут зайти на сайт 89.роспотребнадзор.ру. Пролистав страницу вниз, вы увидите раздел, выделенный желтым цветом «Прием обращений граждан». Далее выбираем, хотите ли вы, чтобы Роспотребнадзор провел внеплановую проверку. Тогда кликайте желтое окно, введите логин и пароль на сайте госуслуг и оставьте обращение. Если же внеплановая проверка не нужна, обратиться можно без входа на госуслуги через серое окно приема жалоб. Позвонить в отдел защиты прав потребителей в Новом Уренгое можно по телефону 23 70 19. Проконсультироваться по вопросам качества товаров по номеру телефона 23 70 54. А в выходные и праздничные дни всегда можно обратиться по номеру телефона горячей линии 8 800 100 03 12. Все номера у вас на экране. Оставить жалобу можно и в самом Роспотребнадзоре по адресу улица Новая, дом 26. Прийти, написать собственноручное заявление у нас. Работаем мы с 9 до 5, перерыв с полу первого до двух. Также хочу сказать, что у нас сейчас работает горячая линия по молочным полкам. Если вы увидели, где в каком-то магазине продается молочная продукция и отсутствует на ней информация на полках, что данная продукция без заменителя жиров, также можете вам позвонить по нашему номеру 23 70 36, сообщить о местонахождении данного магазина, и мы с удовольствием выйдем и проведем неплавную проверочку. Все обращения Роспотребнадзор обязан обработать в течение 30 дней. Рассказала, как пожаловаться Дарья Ушакова, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Сплошные праздники. Два дня. В субботу Новую Рингу отметит День города, а в воскресенье – День работников нефтяной и газовой промышленности. Событий много, а самых ярких – в нашей телеафише. В субботу праздничные мероприятия в Новом Уренгое начнутся в 11 часов утра. Вначале официальная часть – возложение цветов на площади памяти. В субботу и воскресенье во Дворце спорта «Звездный» будет работать этнопарк. Интерактивная выставка расскажет о промыслах и ремеслах коренных жителей Крайнего Севера. В субботу открытие новой выставки. Автор работ – фотохудожник из Нового Уренгоя Данил Хусаинов. На открытии он проведет экскурсию по выставке, а также презентует свою книгу. По традиции в День города Ленинградский проспект превратится в праздничный Арбат. Здесь будет работать масса площадок, на которые каждый найдет для себя развлечение. Главное в этот момент – не потеряться среди отдыхающих. По Новому Уренгойскому Арбату можно будет гулять до 17 часов, ну а после добро пожаловать на городскую площадь. Здесь начнется концерт «Наш город любимый» и «Наш город родной», на котором выступят местные коллективы и артисты. Финалом празднования Дня города станет праздничный концерт с участием звезд российской эстрады – Миши Марвина, Игоря Корнилова и рокера Виктора Зинчука. А после этого – красочный салют. В воскресенье на городской площади пройдет фестиваль «Национальное подворье». Это праздник и конкурс в одном лице. Национальные диаспоры, проживающие в Новом Уренгое, будут соревноваться за звание лучшей этнической площадки. Андрей Романов, Владимир Гайнза, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Снегоходы на воде. Сейчас уже трудно представить без них день города. Эти соревнования проходят в Новом Уренгое уже 11 лет. Снегоходы могут держаться на воде за счет большой скорости. Самое главное – разогнать снегоход на суше до 50 км в час. И вперед до финишной черты, которая находится на другом берегу. В этом году в соревнованиях примут участие не только опытные спортсмены, но и новички. Организаторы решили отказаться от парных заездов, зато подготовили для зрителей настоящее шоу. А вот что там будет – держат в секрете. Соревнования начнутся 1 сентября в 16 часов на озере Молодежное. Наш эфир продолжает программа «Патруль». Любовь Ломака готова поделиться с вами хроникой самых резонансных преступлений и происшествий. У меня же к этому часу все. Хороших вам выходных, всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!